Сегодня, а возможно и завтра, из-за невероятной солнечной активности жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать северное сияние. Увы, не впервые такое уже было и были опубликованы в различных пабликах фотографии, но в этот раз предупреждают официально синоптики. Почему я говорю увы? Потому что северное сияние в таких широтах означает огромную нагрузку на магнитное поле Земли, которое защищает нашу планету от мощных выбросов энергии светила нашей звезды по имени Солнце. Между тем, сегодня 2 августа, Ильин день, и поздравляю всех верующих православных христиан с этим праздником, и также поздравляю всех, кто имеет честь носить голубой берет, этот благородный головной убор, сегодня в день Воздушно-десантных войск России. От всей души поздравляю, желаю вам ангелов-хранителей, и если вы не дома, то скорейшего и благополучного возвращения домой. Россия вас любит. Что ж, добрый вечер, уважаемые друзья, с вами, и не другие тоже, с вами снова я, Захарыч Блажанный. И сейчас пытаюсь отдышаться, сделал еще 2 раза по 3, 120 килограммов от груди, толкнул, и такая-такая нагрузка, прям ух, сегодня я впервые этот вес взял, и буду развиваться в этом направлении. В конце видео я пришпилю этот кусочек своего маленького рекорда. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и поддержите мою развлекательную деятельность. Описание подскажет как, и также обязательно подпишитесь на телеграммы, и на второй ютуб-канал тоже. Ссылки в описании на телеграммы, особенно прошу подписаться, потому что ютуб у нас в стране претерпевает всякие торможения, затруднения и затыкания, что очень, конечно, меня печалит заткнуть рот, чтобы все сидели в полумраке, такая вот гнусь происходит. Что ж, между тем, я позволил себе задуматься еще раз о происходящих Олимпийских играх. Да, добавлю, я буду, я уже выкладываю посты разнообразные на втором телеграмм-канале, обсидиановый замок, много постов, пишу и так далее, скоро открою там обсуждение, присоединяйтесь, дорогие друзья. Вот, не, други, не надо, не присоединяйтесь, хотя не, други, припрутся сами. Что ж, Олимпийские игры 2024 сопровождаются небывалым количеством скандалов, мерзостей, недопониманий. Я не устаю утыкаться лбом, в пример, с алжирским, с боксерами из Алжира и Тайваня, которые были по рождению мужчинами, но потом стали как бы женщинами и стали соревноваться с женщинами-боксерками на Олимпийских играх или боксершами, не знаю, как правильно. И, естественно, всех женщин они там смертным боем мочат. При этом они не прошли так называемый гендерный тест. Мать моя женщина, прости, Господи, что это такое гендерный пост? Что это вообще такое? Вспоминается мне Ветхий Завет. Жена Лота, которая обратилась в соляной столб, из-за чего? Она обернулась, хотя ее предупреждали, обернулась посмотреть на гибель Содома, а там еще и Гаморы, которые уничтожил Всевышний Творец, Господь Бог. Уничтожил он их за разврат мерзостный, за все те деяния, которые сейчас в свободном мире лишний раз опасно порицать. Потому что в Великобритании за гомофобию сидит в тюрьмах больше людей, чем здесь, в Российской Федерации по политическим мотивам. Это реальность, это реально так. Что ж, и знаете, это как бы скандал, но все гораздо глубже и гораздо страшнее, потому что скандалы эти были продуманы, и там еще открытие Олимпийских игр и так далее. Не хочется даже нырять, чтобы разбираться в этих линиях этого узора мерзительного из-за нечистот. Вот. И это сатанизм. Это делается лукаво, это делается целенаправленно. Дело в том, простите за тавтологию, Олимпийские игры есть древний дохристианский ритуал, религиозный ритуал, который зародился очень-очень-очень давно. Это ритуал поклонения богам, когда помимо игр приносились жертвы богам и их богам, тогдашним богам, понимаете? И эти игры были возрождены. В тех играх обязательно наступал мир во время игр, запрещено было жульничать, подгадывать кому-то и так далее. И игры это был образец эталон чистоты, честности, мира и достоинства. Это было жертвоприношение. А теперь они берут и делают жертвоприношение фальшивым, понимаете? Идет дискредитация, вот, опять же, этого самого образа и подобия божьего. Потому что Олимпийские игры в их чистом виде есть некое воссоздание эталона человека идеального, человека сильного, развитого, человека победителя, человека богоподобного. И вот мы видим дискредитацию и пародию в прямом, так сказать, эфире. Это, безусловно, сатанизм. Ранее, до этого, мы увидели нарушение других базисов. Дискредитация понятия лекарь, дискредитация понятия защитник и других понятий. Присмотритесь, посмотрите, сколько разных понятий дискредитировано в новую эпоху. Дискредитировано понятие священнослужитель, причем как собирательное. Да, простите, прерывалось по техническим причинам дискредитация понятия священнослужитель любой религии. Все эти дискредитации делаются с целью все запутать и перемешать, чтобы затем, вероятнее всего, явить миру новые идеалы и новые понятия. Что ж, с вами был я, Захарыч. Доброго вечера, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на Телеграм в связи с глушением Ютуба в нашей одной из самых свободных стран мира, как говорил Патриарх Кирилл. Так вот, подписывайтесь на Телеграм. И желаю крепкого здоровья Павлу Дурову и всем-всем его многочисленным деткам. Что ж, физкульт пока. Тренируйтесь, дорогие друзья ангелов-хранителей. Поздравляю с Ильиным днем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Второй раз за сегодня сделал три. Ох, с утра сделал четыре, не снял. Это такой маленький шажок вперед. Мой мини-рекорд. 120 килограмм. Конечно, теперь у меня цель 160. Но начинал я с куда меньшего. Помогли гантельки. Физкульт, привет, дорогие друзья. Занимайтесь спортом для себя, а не ради медалей в сатанинских играх. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.